Филиал Кубанского государственного университета в Славянске-на-Кубани – это учебное заведение, благодаря которому наш город стал настоящим студенческим центром. Тысячи выпускников филиала успешно работают по всему краю и за его пределами. Полученное образование открыло перед ними широкую жизненную дорогу, и студенческие годы для них были незабываемыми. Забыть самые лучшие годы студенчества трудно, потому что они насыщены яркими событиями и мероприятиями. Одно из таких запоминающихся мероприятий по итогам учебного года филиала Кубанского государственного университета в Славянске-на-Кубани за честь ВУЗа-2021. В фойе городского дома культуры была развернута экспозиция, рассказывающая о впечатляющих достижениях филиала. Мы чествуем лучших из лучших, награждаем победителей в номинациях учеба, наука, спорт, творчество и общественная деятельность. Ну а кто будет этими лучшими, не знаю даже я, декан факультета. Давайте вместе посмотрим. Наши студенты получили значок «Мастер спорта России» по пауэрлифтингу. Также у нас выдающиеся есть звания в научной деятельности. Мы публикуемся и в журналах ВАКа, и Ринса, и в многих других. Также, что касаемо общественной деятельности, нас знают как уже на краевом уровне, также на региональном, и мы пытаемся себя заявить и на всероссийском. На торжественное итоговое мероприятие были приглашены студенты, деканы факультетов, заведующие кафедрами, руководители структурных подразделений, преподаватели ВУЗа, ветераны педагогического труда, почетные гости. Директор филиала Кубанского госуниверситета в Славянске-на-Кубане Ольга Леус, открывая мероприятие, сказала, что становится доброй традицией подводить итоги, отмечая успехи в учебе, научной работе, спорте, общественной деятельности. Достигнуты высокие результаты. За каждым из них кропотливый труд каждого из вас, ребята. Профессионализм и педагогическое мастерство ваших учителей. Я желаю вам дальнейших успехов и дальнейших побед. Нам известна старшая крылатая фраза «Есть такая профессия Родину защищать». Так вот наша с вами профессия — создавать будущее. От того, как мы сформулируем ребенка, как сформулирует его воспитатель, учитель, зависит, как будет жить наш район, край, наша страна. В конкурсе «Староста года», где участвовало 30 студентов, первое место заняла студентка пятого курса факультета филологии, истории и общества знания Анастасия Стиценко. Она же уверенно победила в номинации за значительные достижения в научно-исследовательской деятельности. Когда я поступала в ВУЗ, я очень рада была, что поступила именно на профиль экономика права. Получается? Да. Я все пять лет отличница. Я наукой занимаюсь со второго курса. Начинаю, ну, статьи пишу в основном на экономические темы. Я рассматривала экономику войны. В данный момент я рассматриваю инвестиции. Я не планирую заканчивать свою научную деятельность, поскольку в дальнейшем пойду в магистратуру. В магистратуре можно очень хорошо развить научную стезю и пойти потом дальше. Первый ректор Славянского государственного пединститута Татьяна Анисимова отметила, что для того, чтобы в настоящее время заниматься наукой, мало усердия и желания, необходимо и особое призвание. Всем, кто сегодня был на этой сцене, и кто еще многие годы побывает на ней, я желаю больших успехов, не сдаваться никогда, ни перед какими трудностями. Если у вас есть такое призвание, если у вас есть такой талант, его надо развивать, его надо приумножать. Я желаю всем, чтобы у моих номинантов и у всех, кто занимается наукой, было надежное плечо научных руководителей, чтобы наука не просто была временной, то есть для написания статьи или ВКР, а чтобы наука стала частью вашей жизни, ребята. Как говорится, в здоровом теле здоровый дух. Физкультурники и спортсмены Славянского филиала отлично выступают на соревнованиях самых высоких уровней. И вот те ребята, которые сегодня прославляют не только ВУЗ, но и прославляют наш район, Краснодарский край, Российскую Федерацию, на различных, мы здесь слышим, победителей. Это уже международные соревнования, когда выиграют чемпионат Европы, победители первенства России. Это очень здорово, это очень хорошо. И, конечно, хотелось, чтобы число занимающихся, конечно, располагали. И сегодня в нашем муниципалитете вы видите, что делается все для этого. После награждения лучших в этой номинации был объявлен победитель. Победитель номинации – Ганаженко Анна. Анна, начальник начальника управления победительской культурой и спортом в муниципальном образовании Славянского района Александра Николаевича Причебы. Тепут директора и подарок на память о нашем мероприятии. В номинации за значительные достижения в учебной деятельности победила пятикурсница Анастасия Лагуткина, отличница, победитель и лауреат Всероссийских Олимпиад, международных конкурсов, проектов и исследовательских работ. В номинации за значительные достижения в общественной деятельности награду получила председатель Совета студенческого самоуправления филиала Виктория Триголова. Председатель Совета Славянского района Григорий Литовко высоко оценил усилия преподавателей и студентов. Я хочу высказать вам слова глубокой благодарности. Вот мы сегодня посмотрели, какие у нас прекрасные номинанты. Это вы делаете наш вуз сильным, престижным, процветающим. Это преподаватели, которые в нем работают. Мы гордимся, что на территории нашего муниципального образования есть филиал Кубанского государственного университета. И в каждом районе это есть. Спасибо вам за ваш кропотливый труд. В главной номинации «Студент года 2021» победителем признана студентка пятого курса факультета филологии и истории и общества знания Татьяна Подзорова. Отличник учебы, председатель Совета самоуправления студенческого клуба филиала, лауреат специальной молодежной стипендии администрации Краснодарского края. Она же стала лучшей и в культурно-творческой деятельности. Награждается дипломом, подарками и громкими аплодисментами это зрительного зала. Студент года 2021 Подзорова Татьяна. Очень долго к этому шла. Шла на протяжении полутора лет, потому что это же студент года. Очень сильно переживала, очень сильно старалась. И я надеюсь, что следующие будут еще больше, еще лучше люди. Без студенческого клуба нашего филиала я бы ничего не смогла, у меня бы ничего не получилось. Я действительно здесь нашла себя. Я действительно стала тем, кем я хотела. Выпускники филиала Кубанского госуниверситета успешно работают во многих отраслях. На все сто, используя знания, полученные во время учебы. Выпускник нашего вуза, он конкурентен. И сегодня, видя те театральные номера, различные творческие композиции, мы понимаем, что это не только научный потенциал, это еще высокий творческий интеллектуальный уровень наших студентов. Мы наблюдаем на протяжении многих лет. И я надеюсь, что, зная планы Ольги Винтарапе на серьезные перспективы развития нашего филиала, мы уверены в будущем нашего вуза. Успех студентов невозможен без чуткого и внимательного руководства со стороны преподавателей и наставников. Под бурной овацией зала прозвучали имена у достойных благодарственных писем за многолетний добросовестный труд в системе образования, большой вклад в дело подготовки педагогических кадров. В номинации «Педагог-мастер» победил профессор Андрей Борисович Шишкин, заведующий кафедрой математики и информатики, естественно-научных и общетехнических дисциплин. Учитель русского языка и литературы третьей школы, руководитель педагогической практики студентов филиала Никонова Оксана Рафаэльевна, стала лучшей в номинации «Педагог-наставник». В номинации «Педагог-легенда» отмечена Пашкова Лидия Михайловна, ветеран труда, доцент, заслуженный работник высшей школы России. Лучшие преподаватели не жалеют сил, воспитывая новое поколение педагогов. Будущее нашего муниципалитета, да и всей Кубани, зависит от таких вот молодых людей, растущих мастеров своего дела. Они, получив хорошее образование, будут честно работать, будут идти дальше. Прекрасный старт в жизни получат студенты и станут настоящими профессионалами. Россия, Россия, в этом слове огонь и сила, в этом слове победы пламя, понимаем России знамя. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События».